Какие мероприятия профилактического характера проводятся на территории округа в связи с наступлением пожароопасного периода? Хотелось бы начать с того, что сотрудниками территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Матище ежедневно планируется мероприятие, направленное на стабилизацию обстановки с пожаром на территории городского округа Матище. В эти мероприятия входит распространение наглядной агитации среди гостей и жителей городского округа Матище, сходы с населением в основном это частный сектор, так как частный сектор он более пожароопасный и там соответственно пожары возникают гораздо чаще. Также распространяем наглядную агитацию в местах массового пребывания людей, это какие-то парки, скверы, детские площадки и так далее. Ну и соответственно на социально значимых объектах больницы, поликлиники, детские учреждения, также в домах газифицированных, которые также являются повышенным источником взрыва пожароопасности, ну и соответственно в ветхом фонде. В рамках данных мероприятий населению разъясняются элементарные соблюдения требований пожарной безопасности, также напоминаются оперативные телефоны подразделений как пожарной охраны, так и единодежурно-диспетчерской службы. Какие правила предъявляются к дачникам, садоводам и отдыхающим в лесных массивах? И что грозит нарушителям? Поскольку температура у нас повышенная, очень жарко, соответственно пожары у нас сейчас возникают гораздо чаще. В настоящее время правилами противопожарного режима в Российской Федерации установлены требования конкретно к разведению открытого огня на территориях населенных пунктов. Там установлено, что не допускается разведение открытого огня на расстоянии не менее 50 метров до любых зданий, сооружений, либо строений. Также на расстоянии не менее 100 метров запрещено разводить открытый огонь от любых лесных насаждений, от любого лесного массива. За данный вид нарушений требований пожарной безопасности на граждан предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. При этом, если кто-то захочет сжечь мусор, либо какие-то порубочные остатки в металлических бочках или любых металлических емкостях, то допускается уменьшать данное расстояние в два раза. При этом должно быть обеспечено нераспространение пламени из данных металлических емкостей. Что касается приготовления пищи в мангалах, также правилами противопожарного режима Российской Федерации установлено требование, что приготовление пищи в мангалах допускается, но при этом расстояние от любых зданий, сооружений, строений до установки мангала должно быть не менее чем 5 метров. Также, если расстояние не соблюдается, предусмотрена на граждан такая же административная ответственность.